Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Здравствуйте, посетители канала Процветок! Меня зовут Русский Хиван. Я вам сегодня расскажу о том, как простым, физиологичным, безтравматичным для растений томата способом можно улучшить, ускорить их созревание. Вторая половина сроков сбора плодов, конечно, может омрачиться ранним приходом болезней, в первую очередь фитофторозом. И нам хочется даже у поздних сортов как можно скорее получить урожай. И, безусловно, вот эти вот кластеры томатов зелёных, ещё красивых, очень жалко потерять, если они вдруг заболеют фитофторозом или ещё чем-то. Ну, у меня здесь, к счастью, ни фитофтороза, ни кладоспориоза, ни фузариоза, ну, никаких болезней нету. Даже, понимаете, иной раз показать нечего. Но всё-таки я всё равно тороплюсь с тем, чтобы томаты как можно быстрее созрели. Погода непредсказуемая, не только, так сказать, небесная канцелярия, вообще какая-то обстановка нервная. Но, как бы там ни было, что мы можем предпринять для того, чтобы как можно быстрее ускорить развитие томатов. Но есть разные способы, мы о ней говорили. Там подрезание, подсушивание, нанесение каких-то увечий растению, обрывание листьев, там, кроме верхушки, и так далее, и так далее. Но сегодня я вам познакомлю с одним очень хорошим способом, и, как мне кажется, который подойдёт абсолютно всем и каждому. Он практически не требует никаких трудозатрат, требует просто знания, нюансов, о которых я вам скажу, и, в общем-то, может быть реализован, ну, каждым из любителей приусадебного хозяйства. Одной из головных болей садоводов является опад яблок. Вот таких вот не до конца созревших. Причин, по которым яблочки опадают много, там и сама яблоня нормирует, и поражение манилиозом, и другие причины есть. Но есть один очень интересный факт, что вот эти опавшие яблочки, даже не до конца созревшие, и особенно не до конца созревшие, которые отпадают под шплодожор, когда их подъела, ну, по каким-то стрессовым причинам, они фугуют в огромном количестве. Один из важных гормонов растений – газ этилен, который способствует как бы старению растений, и в том числе дозариванию плодов. Этому есть понятное объяснение. Яблочко отвалилось, там внутри семена, а оно начинает продуцировать вот ткани, в клеточке этого яблока, этилен для того, чтобы семена как можно быстрее созрели, чтобы дать шанс растению на размножение, максимально ускорить его развитие. И вот здесь возвращаемся снова в теплицу. И вот используйте вот этих вот опавших яблочек, я специально взял такое вот некрасивое, уже с признаками заболеваний, сейчас расскажу об этом. Вот они являются к месту и очень хорошим способом дозарить ваши зеленые плоды в закрытой такой вот территории, каковой является теплица. Ну, конечно, проветривание какое-то есть, но все-таки, если сквозняк уже не гуляет здесь прямо вот так вот сильно и мощно, то вполне, вполне, вполне вот эти вот яблочки, дозаривающиеся здесь и фугующие вот этот этилен в огромном количестве, являются прекрасным способом биологическим, без нанесения иных каких-то стрессов для растений, без нанесения ему вечи, без обливания их какими-то едкими растворами, без всего вот этого вот вполне позволяют быстро и эффективно и физиологично дозреть вашим томатом. Поэтому берете вот эти яблоки, собираете и несете в теплицу, просто разбрасываете по мульче, по земле, по спонбонду, можете в ведра класть, если не хотите их там разбрасывать, да, пожалуйста, в таз положите, положите в таз. Но вот этот вот опад, вот эти яблочки, они имеют такое свойство заболевать манилиозом и различными гнилями. И это, конечно, не может не тревожить вас в том плане, что, конечно, некрасиво, да, вдруг там что-то заразится, вдруг там что-то случится с вашими томатами, вроде этот инфекционный фон к вам приносится. Но на самом деле ничего страшного, у манилии нету здесь никаких хозяев, на которых она может напасть. Эта манилия абсолютно безопасна здесь, в томатной или огуречной, или перцевой, там, баклажанной теплице. И в огороде она поражает только плодовые растения. Безопасно для вот этих однолетних овощных растений и цветочных растений. Поэтому хотите, убирайте, приносите новые, более свежие, негнилые. Но вот надо все-таки довести эти яблочки до состояния вот такой гнили. Потому что именно в состоянии вот этой гнили, количество в процессе вот этого гниения этилена, оно резко возрастает. Его самое большое количество. Ну, благо там за неделю даже меньше могут такие вот уже визуально почти здоровые яблочки превратиться вот в такую вот гнилоту. Можете их здесь оставлять, можете относить еще как-то. У нас есть ролики о том, как можно поступить с этими яблочками, можно ли их компостировать и так далее. Полюбопытствуйте на канале Процветок. Что ж, это хороший, настоящий, физиологичный метод, как ускорить созревание томатов, при том, что вы одновременно будете использовать, ну вот скажем, такой отход, который ну раньше просто захоранивали. Пользуйтесь этим методом. Он весьма и весьма эффективен. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!